Всем привет! С вами канал Миллион Абдулла и сегодня мы находимся в клубе Сова В гостях Дмитрий Дрожжалкин, инструктор по ножевому бою и рукопашному и Аскольд Викинг, который сегодня у нас с Дмитрием разберут ситуацию с отбором ножа Пожалуйста, вам слово, начинайте Ну, с каким ножом? Я думаю, сначала с коротким деревянным Вот такой нож по форме как настоящий но не настоящий, а деревянный Крулит он достаточно жестко Остаться с отбором ножа Отнять нож в динамике когда он наносит удар и вы в одно движение обезоруживаете, очень сложно требует многократных повторений на тренировках и то не факт, что у всех получится Легче отнять нож, когда рука неподвижна то есть человек или просто держит в руке нож просто крутит его в руке или угрожает кому-то еще или он только достает нож или он его приставил куда-то логично, что если он приставил, рука неподвижна если же он замахивается, бьет проще отступить не пытайтесь делать технику, которую вы не отработали а только посмотрели в учебных каких-то фильмах в учебных роликах эта техника требует многократных, многократных повторений и определенных финических параметров как сила пальцев сила кистей, сила запястья цепкость и готовность к ранениям не будет готовность к ранениям первое же ранение вас шарфирует вы потеряете захват все, на этом закончится итак, тот способ, о котором шла яич в одном из предыдущих роликов когда человек держит, чтобы с ним его придомить или он держит, или я первым вошел и схватил руку то есть захват двумя сверху нам важно что это 2 секунды, пока человек не уперл у меня второй рукой не начал вырывать он вырвет, потеряет захват останется только разрывать дистанцию поэтому схватили, сразу вход вход плечом в грудь а еще удар мощный в лицо упадет и дальше правый держим левой забираем нож еще раз начинаем захват двумя руками сверху вход разворот на 90 то есть разворот на 90 удар в лицо получится сильный слабый, как получится как минимум надкинет человек назад после этого забираем нож забираем нож чуть медленнее ну и чуть больше напряжения человек начнет сгибать руку убирая назад плоскость лезвия наше предплечье давим внутрь пока давим до тех пор пока стою не начнет смотреть в пол после этого зажимаем локтевой сгиб и мощно поворачивается всем телом не рукой отнимаем всем телом продергивая человека мимо себя у нас нож мы можем сразу контрапаковать если человек вообще согнул руку вот так вот да работают мощные мышцы а у меня пальцы тяжело нам нужно тоже использовать свой вес вес использовать и уходить сюда но если что-то застопилось например сейчас уперся вас второй рукой не дает вам прижаться а начал двигать кистью да поэтому от этого способа распространения наружу выводит вот сюда не надавить у вас не пошел прием разрывайте дистанцию у вас не пошел прием человек контракует если он вывел наружу вот был нож по центру и он вывел наружу нет сюда о здесь можно да пойти сюда это сложнее меньше контроля мало контроля человек удается про руки здесь рассчитано все на то что человек в момент захвата просто начнет тянуть максимум что он захлестнет второй рукой я уже спрятался от него нож у меня человек до последнего цепляется на свое оружие может понимаешь это его преимущество тренированные люди да они очень быстро перехватывают но если занимают такую позицию чтобы он не перехватил я буду оттягивать от себя то есть ему у меня за спиной вот так я держу перехватываю а я проиграл спина открытая это конец я растягиваю руку я загружаю весом ее весом и дальше изолированная рука неподвижная я на ней работаю уже на выключили на обезоруживание и на контратаку или просто очень часто нож падает я сейчас показываю с сохранением его очень часто нож где-то на середине просто выпадает из руки надо его отшвырнуть вообще кто тренирован буквально лучше поднимает и снова убьет поэтому где-то на этой фазе он может улететь или наступили или убрали или подняли сами с контратакой так повезет главное не дать ему поэтому до последнего вот такую возьмем страшную нож о чем большая о длина тем у вас больше рычаг опять же чем шея тем проще вывести плоскость да тапы и плечи вот он крутится а вот эти вот гарда да если взять жесткий металлический нож она начинает вырезаться рвать пальцы давить на суставы это тоже помогает это мне помогает я действую двумя руками очень мощно против его пальцев удар удар контратак вот это что касается захвата то есть подходит у меня человек потягивает нож вау вау ну что так атака нож у меня секунда здесь начинается вот эта возня классическое перетягивание каната Когда еще поперся в меня. Что делать? То есть, я боюсь отпустить, потому что мне тут же прилетит удар. Я начинаю тянуть, он тянет на себя. Мы перейдем, одни руками надо. Патовая ситуация, но он может еще перехватить. О, у меня нет надежи. Таким, здесь, вот, уходить за переднюю ногу. Очень характерно, что левая нога впереди. Классическая криминальная стойка. Вот такая. Левая нога впереди. Нож в задней руке. Передняя прикрывает. И захватывает. На самом деле, если левая нога впереди, мне проще. Мне проще. Я уйду за эту ногу. И справа нога впереди. Да, вообще как. Очень длинный укол. Снизу, сбоку, прямой. Вот. Мне тяжелее. Тысяча к тому. Мощная. Использует силу двух рук, чтобы не разорвать захват и лучше ответить. Поэтому, если левая нога впереди, видно. Так, в принципе, человек не будет тянуться к животу, если я вошел. Вот. И, значит, не буду ломать. Хорошо. Ломали. Удар в пах. Никаких там ударов в живот, в пах. Сломали. Все это уже. Правильно? То есть, левая стойка. Если человек обучился по моей системе. То есть, классическая криминальная стойка. Это человек. О! О! Захват. И натягивает, чтобы было встречное движение. Вот. Прошли. Пах. Лицо. Достали свой нож, добили. Ушли. Достали оружие огнестрельное. Выстрелили. С такой дистанции я не успею ничего достать. Сто процентов. Даже если успею, не припетит. Мы изменяемся. Поэтому контроль руки. Контроль. Вот очень хороший контроль. Прижателем к телу. Сели. За ногу ушли. Продолжаем держать. Сломали. Удар в пах. Дальше уже зависит от ваших навыков. Или ударное продолжение. Или борцовское. Или просто попрыгали на человеке. Но. Без отработки. Ошибетесь. Вот на одном из этапов выполнения. Прииграете. Что касается. Что мы с этим ножом. Вариантов угроз шеи. О. Вот так на вытянуто. Это человек как бы просто. Ну. Решил меня. Повыть меня. Да. Решил так. Отшатнусь. Нет контроля. Если ближе. О. Видно? О. Тыс. Чего не сможешь меня так начать. Поднялся. Чуху. 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 Надо очень мотивированно поднять ручки. Большие глаза. Такой. Рот открывшийся. Эй. Левчик. Потише. Потише. Парниша. Чего ты? Вырисунешь. И отняли. Главное. Не хвататься просто вот так. Чуху. Меня удается. Руки. Или просто силовой проезд сделает. Как минимум ранение. Ну это вот. Расслабиться. Я не смотрю. Единственное что. Конечно же хорошо бы знать что вам представили. Бритва это. Или это кинжал здоровенный. Или это маленький нож. Знать объем то есть. А. Примерно вот. Вот. Бывают коротенькие ножички. Чуть его сбил. Он оставит сарапину. Это не самое смертельное. Да. Это не то чего нужно бояться. А вот длинный нож. Он так. Разрежет полностью от уха до уха. Опять же. Да. Объедомо острая заточка. Есть варианты. Если я точно знаю что это нож. Да. С односторонней заточкой. Я могу прихватить его так. Первая секунда. Мне нужно зафиксировать. Нож. Чтоб он не двигался мимо моей шеи. А потом уже я прихожу на. Вот. Уконизм глаз. Самый простейший укол глаз. Корпус там пах. Это все меня останавливает. Глаз. А потом уже добивание. То есть. Как любят в русских стилях. Такие накрутки. Это все ерунда. Без контроля руками ничего не получится. Видно так? Вот. Иногда если вы в перчатках. Зимний период. Без перчатках. Даже там без пальцев. Можно схватиться так. Жертвуем пальцами. Ради того, чтобы спасти шею. Отдаем что-то одно. Малое. Вот. Ну, лучше, конечно, привыкать работать на обувь. На заточенную сторону. Глаз. Нога. Ушли. С этой стороны, если. Могу сказать, что. Ну, если даже это запахчик держит. О! Да? То есть он чуть что. Навстречу. Руки, да? Мою голову натаскивает на нож. Это, это. Это смертельное гонение. Это, конечно. Гортань перерезана. Вот. Здесь, да, можно отрести вовнутрь. И дальше там. Работа рукопашными техниками. Получится или нет, неизвестно. Ну, я прижму. Это что? Это выигрыш пару секунд. С яркой. Раз. Ну, видно, я не поранил его руку. Я просто отвел его. И дальше никакой фиксации идут. Можно сработать. Поэтому от шеи. В эту сторону. О! Вот сюда. И дальше. Крутим, вертим. А. О чем я говорил? Хват. Если хват закрытый, вот такой, молотковый. Обезоруживание. Вообще, какое-либо обезоруживание. Без мощных рычагов. Не будет работать. Просто человек силой вытянет. Если хват сабельный. То есть, ох. Потому что. Угроза издействия. Я просто говорю, это так. О! О! Он пристал. Он идет. Спокойно, спокойно, да? Вот. Мне главное представлять, что это там. Маленький ножичек офисный. Или этот. Нож для бумаги, да? Вот. Или это большущая, правильно, там охотничья штука. Вот. Вот это все. Ну, в принципе. Ну, там, там, аэщи. Здесь мы с каёсткой выбиваем нож. Вот. Но. Более надежный. Это способ. Зажали. Выбили. Более надежный способ. Ой. Нормально, нормально. Вот. Почему? У человека первое движение здесь будет. Порезать мне шею. То есть, внутрь. С каёсткой. Во! Он ждет этого. Он не угрожает этим. И я двумя руками отвожу нож ему в лицо. Раз. Будет просто удар квашмя, легкая царапина. Рыношечек слегка дернется. Магнит, закроет глаза. И справедливо будет серьезное ранение. А дальше все туда же, внутрь. То есть, подняли ручку, еще мы северенок. Эй, тихо, тихо, легче, легче, лёш. Че ты, че ты, убери нож. Спокойно, успокойно. Извини, извини, извини. Че ты сразу хватаешься? Сюда вот. Сюда отняли. Раз. Захожу со стороны обуха. При вот таком хвате, сабельном, удержать трудно. Тем более, все происходит очень быстро. Раз. Два. Контр-атака, контр-атака, контр-атака. Разорвали дистанцию. Вот. Всякие вот, эти вот способы там. На самом деле, щек меня держат, я не мог бы шпилиться даже. Я лягу на нож, я наденусь на него сам. Поэтому здесь, во, сначала отвели, потом забрали. Вот. Там вот, всякие там обводки, там обводки выстраивание, там, векторов, плоскостей. Если, ну, мы работаем в тренировочном режиме, мягко там, да? Ну, нет, держи, но не двигай. Да, я могу там что-то отнять. На скорости. На одежде, ну, что, зимняя одежда, нож не очень острый. И человек больше пугает, чем готов меня убить. Хорошо, хорошо. Вот телефончик. Вот. Слушай, телефончик. Слушай, кошелек, кошелек. Сейчас. У меня еще как-нибудь рука есть. Да? Я фига, ты можешь, да? Вот. И то еще за лезвие отнял. А нож деревянный. Вот, раз, топнули, ударили, отняли, ударили, в контратаках. Поэтому, без сильных рук, без готовности получать ранения, без готовности жестко уничтожения, контратаковать, лучше сказать, хорошо, 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 извини, я пошутил. Чего, чего, я пошутил, что-то. Ой, что-то пошутил. Что-то. Вот. Чего ты сразу за ночь не хватаешь, что-то дурак что-то совсем, а? Подпишу, мочник, я не хочу. Извини, извини. Я даже с тобой говорить не буду. Что-то ножом сразу машем. Что-то вкладываешь. Вот так. Вот. Ну вот, это очень коротко, да, от самых популярных угроз. То есть, шея, шея, вот, что такая, конечно, да. Здесь по той же схеме. Корпус хватаем сверху, здесь хватаем снизу. Вот. На самом деле, что, со спины там разные. Да, со спины или к шее. К шее со спины. Это еще более сложные варианты, где вы не видите даже изначально, что у человека. Какого он размера. Ничего не видите, никакой информации. Вот. Там работать можно, но требует качественной подготовки. И все равно это очень рискованно. Все, наверное, на этом. Вкратце я показал некоторые моменты. Есть какие-то вопросы. Пишите в комментариях, в комментариях, в комментариях. А я отвечу. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Ой, чух-чух-чух. Чух-чух. Кто такой бесконтактник, ё-моё. Опять ты применяешь эту технику. Тебе же запретил твой учитель применять ее. Да, да. Значит, с вами был канал Мирион Абдулла. Подписывайтесь, жмите лайки. Здесь где-нибудь поставим, не знаю, куда-нибудь поставлю. Сейчас вот канал Аскольда, канал Дмитрия. Так что нажимайте на... Я не знаю, где будут кнопки, где место будет. Поставим. Вот там нажимайте, подписывайтесь и смотрите. Там есть интересные ролики. Я надеюсь, там будут появляться еще новинки. Все. С вами были Дмитрий, Аскольд и Абдулла. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok